Кира Рамис. Хозяйка усадьбы или графиня по неволе. Глава первая. Жена предателя. Ох, как же мне плохо. Голова кружится, тошнит, и глаза отказываются открываться. Я попыталась пошевелиться, но не смогла. В комнате пахло травами и лекарствами. Где-то сбоку плакал младенец. Не спасли. Слишком много переживаний было у девушки последнее время. Жизнь угасла, а за ней магия. Роды отняли все силы. Нужно бы графиню похоронить с уважением и почетом. Родственникам весточку отправить, что остался наследник. Кто-то накрыл меня прохладной простыней. Лев Маркович, о чем вы говорите? Какие похороны жене предателя короны? Ни этот старый хрыч, ни его молодая супруга не заслуживают снисхождения. Безо всяких пышных прощаний обойдется. А сыночка ихнего в приют нужно отдать. И нигде, вы слышите меня, любезный, нигде не указывайте, чей он наследник. Филимон Ильич. Но графиню признали невиновной. Мы можем попытаться отдать мальчика его близким родственникам. Все не в приюте жить. Близкие люди и оденут, и кусок хлеба найдут. Тем более, говоривший понизил голос до шепота. Все же графиня магичка и, скорее всего, сыну наследовал ее дар. Не боитесь, что кто-нибудь узнает, донесет куда следует. А вот этого не нужно, Лев Маркович. Или вам мало денег заплатили? Нет у него родственников. Ни живых, ни мертвых. Поветуха молчать будет. Вы тоже рта не посмеете открыть. Оба не выжили при родах, и точка. А мало ли сирот с магией в приют попадает. А я вас не забуду. Как только вступлю в права наследования, так сразу и золотом вас порадую. — Одного не понимаю. Зачем вы ее тащили через весь город ко мне? Дали бы умереть в ее собственном доме. — Лев Маркович, голубчик, все должно выглядеть правдоподобно. Что ж, я зверь какой-то. А если меня потом на камушке правды проверят? А я чист, словно родниковая вода. Да, не побоялся. Приехал на помощь к жене троюродного дядюшки. — Помог, привез к доктору. А то, что она слаба оказалась, я не виноват. Но вы забываете о том, что девушка осталась вдовой, а отец ее к императору вхож. Как бы не потребовал расследования более серьезного, чем проверка на камушке. Столица далеко. Пока новости доберутся туда, все травой порастет. А я к тому времени и в права наследования вступлю, как единственный наследник дядюшки. Все распродам и скроюсь. Голос собеседника подрагивал от злости и нетерпения. Ночью захоронить и написать любое крестьянское имя. — А что, если решат, что и старик не был виноват в заговоре? — шепотом спросил второй. — Э, нет. Никто не докажет, что я подставил дядьку. Ни одной нити ко мне не ведет. А вы, доктор, если зададите еще один вопрос, то и вас не найдут. Кто-то приблизился ко мне и сдернул простынь с лица. — Красивая была, — тихо произнес тот, что угрожал доктору. — Я даже одно время подумывал вдову замуж взять. Уж очень красиво. Простынь вернулась на свое место, и послышались шаги. — Почему эти странные голоса никак не умолкнут? В голове шумело, а во рту пересохло. — Где я? Мой голос не слушался, хрипел, ужасно хотелось пить. — Воды. Дайте воды. Сестра. Помню, что врач сказал. — Ольга Ивановна, операция несложная. Аппендицит удалят под местным наркозом. — Но почему я ничего не помню? Неужели все пошло не по плану? Сделали общий наркоз? У меня отходняк? Брежу? Заныл низ живота. — Ага, все же отхожу от операции. — Госпожа Ольга? Рядом со мной кто-то грузно опустился на пол, а я попробовал распахнуть непослушные веки. — Вы все же живы? Некто задал вопрос и затих. — Выжила мерзавка. Жаль, очень жаль, — услышала я и сфокусировалась. Ко мне быстрым шагом направлялся высокий худой мужчина в черном плаще. — Выпей-ка лекарство, вмиг легче станет. Он попытался быть вежливым, но после слов «выжила мерзавка» ничего принимать из чужих рук не хотелось. Я попыталась отвести от себя странное зелье, но рука лишь скользнула мимо и вновь упала на постель. — Филимон Ильич, что вы собираетесь сделать? — Не смейте, на убийство мы не договаривались. Похоже, очнулся тот, что мгновение назад тихо упал в обморок. — Одумайтесь. — Мешать мне будешь, докторишка. Своими руками задушу. — Похлеще змеи шипел тот, что подступил ко мне со склянкой. — Зря вы, Филимон Ильич, мне взялись угрожать. Все же я маг не только жизни, но и смерти. И тут я поняла, что, испугавшись, громко застонало. От мужика с зельем потянулись какие-то полупрозрачные черные жгуты. Филимон несколько раз дернулся и осел на пол. — Вы... Вы... Вы его убили? — Мне все же удалось совладать с голосом. — Хотелось бы, но нельзя. Императорского дознавателя, да еще и вашего дальнего родственника, деточка, я не имею права тронуть. Много вопросов может возникнуть. Приподнявшись на локтях, осмотрелась. Комната даже отдаленно не напоминала медицинскую палату. Большая кровать, мокрые простыни, как оказалось, от крови, и пищащий сверток сбоку. Вот что я увидела, осмотревшись. — Где я? Понимая, что бред нереальный, решила переспросить. — Вы в Лисграде, в моем доме. Но как это все произошло? Ваша душа ушла за грань. Я явственно чувствовал. Доктор несмело притронулся к моей руке. — Вас привез господин Филимон Ильич, мечущийся в родовой горячке. На магическую помощь не реагировали. Поздно он вас нашел. — Какой Лисград? Какая родовая горячка? Я на операции в городской больнице с аппендицитом. Вы о чем? — Где? На операции? — тихо переспросил доктор и очень внимательно на меня посмотрел. И именно в этот момент мужчина, что лежал на полу без чувств, поднялся и резко схватил меня за руку. И в тот же момент тихо приоткрылась входная дверь. Лев Маркович, шепот исходящий от кудрявой рыжей головы, что торчало в дверях, заставил всех присутствующих замереть от неожиданности. — Прошка, не видишь, что я занят? Пошел вон. Шепотом сквозь зубы доктор попытался выгнать слугу. Я молчала, как и гад, что крепко держал мою руку. — Но там очень наглая и визгливая особа требует встречи. — Всех пациентов приму позже. Лев Маркович, теряя терпение, направился к двери. — Господин, но она не к вам рвется, а к графине Ольге Ивановне. Рыженький зажмурился. Может, ожидал, что его сейчас ударят? — К графине? К Ольге Ивановне? Ко мне? Что тут происходит? Где я? — Ужасно правдоподобный сон. Мне такой первый раз снится. Детальный, цветной. — Отпусти мою руку. Больно. Я попыталась немного повернуться, но слабость не дала этого сделать. Чужие пальцы лишь на чуть-чуть ослабили хватку, но не выпустили мое запястье. — Что ей нужно? Графиня очень слаба, только родила. Пусть ждет. Резкий толчок, щелчок, и кудрявая голова исчезла из дверного проема, а вместо нее появилась смерть. Тьфу ты, так и заикой можно остаться. В дверях стояла высокая худая женщина в черном платье, лицо которой было скрыто непроницаемой вуалью. — Да дайте же мне кто-нибудь воды! Тихонько постучав себя по груди свободной рукой, потребовала я. — Вы кто? Что вам нужно? Неожиданно на ноги вскочил Филимон Ильич, выпуская мою руку из плена. Тут же ожил доктор. — Воды, конечно, непременно, графиня. Он поднес к моим губам стакан с прохладной жидкостью. — Жива! Из груди женщины в черных одеждах вырвался вздох облегчения. — Вашими молитвами почему-то вырвалась у меня. — Выйдите за дверь. Не видите, что госпожа только родила и ей не до приема гостей и просящих? И почему вы решили искать ее у меня дома? Доктор, вспомнив, что он тут хозяин, пошел в наступление. В доме графини Варшавской старый слуга сказал, что благородный господин увез ее к вам, доктор. Уж очень она была плоха, а мое дело совершенно не терпит отлагательства. — Ольга Ивановна, я много времени не отниму. Это напрямую касается вас и вашего ребенка, а также покойного графа. Я перевела взгляд на мирно сопящего малыша. Он как-то незаметно успокоился и заснул. Доктор посмотрел на Филимона, будто спрашивая у того разрешения. — Говорите, но только быстро. Императорский дознаватель зыркнул глазами на женщину. — Вуаль, поднимите. И если вы графиню побеспокоили напрасно, то... Похоже, он не нашелся, какую кару в случае обмана применит. — Меня зовут Марта Шульц, и я являюсь гувернанткой вот этой юной леди. Она одной рукой, словно фокусник из шляпы, вывела из-за своей спины белокурую девочку лет восьми-десяти. — Знакомьтесь, Анастасия Варшавская. И тут, по закону жанра, повисла гнетущая тишина. Я, понятно, почему молчала. В этом сне мне была отведена странная роль роженицы, потерявшей память. Но вот почему замерли доктор и дознаватель? И фамилия у девочки, кажется, такая же, как у героини, чью роль я играю. Варшавская. Что, сейчас она объявит, что это моя потерянная дочь? — К чему вы клоните? Филимон Ильич переводил злой взгляд с Марты на девочку и обратно. — А я и не клоню. Прямо говорю, что Анастасия — дочь почившего князя Варшавского. У меня и бумаги на то имеются, господин. Женщина в черном запустила руку в широкую юбку. Похоже, где-то там находился скрытый карман. — Покажите ваши доказательства. Филимон резко подался вперед. Девочка вздрогнула от приказного тона мужчины и, прижавшись к гувернантке, испуганно посмотрела на меня. — Нет, я вас не знаю, и бумаги вам отдавать не намерена. Я приехала к госпоже Ольге Ивановне. Ей и покажу документы об отцовстве, если она потребует, — ответила Марта. В ее голосе слышался еле заметный акцент. И опять все замерли. А значит, нужно мне что-то сказать. — Проходите, присаживайтесь. Расскажите, что вам от меня нужно. Я попыталась улыбнуться испуганной девочке. — Доктор, попросите Прохора присмотреть за ребенком, пока мы с госпожой Мартой разговариваем. — Я ее никуда от себя не отпущу, — вскинулась женщина, крепче прижимая к себе девочку. — Полноте, милая, никто маленькую леди не обидит. Я прикажу ее накормить и развлечь. Лев Маркович медленно подошел к женщине, и я увидела, как с его пальцев сорвалось крошечное белое облачко. Морщины на лбу встревоженной гувернантки разгладились, и она кивнула. — Я уверена, что доктор применил успокаивающую магию, но почему никто этого не заметил? Сон с элементами сказки? — Хорошо, я вам верю. Марта разрешила Прошке увезти подопечную из комнаты. — Рассказывайте, зачем вы искали госпожу Варшавскую? Имперский дознаватель при каждом слове так стискивал челюсть, что еще немного усилий, и его зубы начнут крошиться. — Что, милый Филимон расстроен тем, что нарисовался еще один наследник? Теперь не резон меня убивать. Но зачем я понадобилась этой женщине? — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!